Слушай, что такое? Опять свет прикручили! Безобразие! Опять Тимофеев пробки пережёг! Здесь сейчас стенка была? Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону! Видал, какую машину изобрели? Да на вас к чёрту с вашей стенкой! Да на вас к чёрту! Полквартира исчезла! Прекратите! Переживаете? Сама! Я же просил не шуметь, когда я работаю с автором! Прощение просит! Может быть, вы наконец меня представите? Простите, Велюров, сосед! Сосед! Мастер художественного слова! Она всё равно! Она всё равно! Скажите, Иван Васильевич, не у вас? Извините, Вильяна Андреевна, я занят! Однако у вас характер! Они бывают замечательными и невыносимыми! Скромными, тихонями и дебоширами! Вы узнаете первыми, что их ребёнок пошёл в музыкальную школу по классу барабана! И, конечно, станете главным слушателем их ремонтных работ! Соседи! Даже находясь в стенах своей собственной квартиры, от них никуда не денешься! На контакт идти придётся! И желательно, чтобы он был позитивным! Познакомимся с распространёнными типажами и особенностями их характера в нашей студии психолог Наталья Толстая! Доброе утро! Доброе утро, друзья! Замечательный праздник сегодня отмечают в Европе! 31 мая все отмечают День соседей! Замечательный праздник, действительно! Логично! Европа маленькая, все друг у друга на головах, праздник нужен! Ну, у нас-то вроде как пространства много, но, тем не менее, соседи достают тоже! Достают! Ну, вот, смотря, как ты смотришь на своих соседей! А вот давайте по-разному посмотрим, потому что типажей, как говорится, много бывает! Да, да, да! Какие бывают? Типаж первый, скромный тихоня! Вот чего от него ждать-то? Ой, скромный тихоня – это определённая категория соседей, которые просто так на площадку не выползут! Если вы не закричите «пожар!», он вообще не щёлкнет замком! Тихоня хорош, он ничем не шуршит, ничем не гремит! То есть это идеальный типаж? Но! Если вам будет плохо, и к вам придут бандиты, возможно, он не откроет дверь вообще! Говорят, что ещё есть такой идеальный тип соседей, это душевные соседи, да, которые обо всем расспросят, в душу залезут, всё это вытащат, но, тем не менее, да! Тем не менее, они ещё и потенциальные сплетники! Ну, так, по крайней мере, считают! Именно так! Соседи не могут быть ближним кругом! Именно поэтому нужно каждый раз закрывать рот, когда в очередной раз хочется похвастаться, что «а ты знаешь, что у меня новый парень, а ты знаешь, что вот…» Потому что однажды такая соседка может выйти и сказать «ааа, это ты, Петька, новый, а вот вчера Васька приходил!» То есть иногда могут сливать такую информацию, которую ты сам хочешь забыть! Хорошо! А как себя обезопасить от таких соседей? Рассказывать по талонам то, что вы считаете нужным, то есть как хорошему пиарщику. При этом всё время рассказывайте душевным, как вы рады их видеть, и при этом максимально стараетесь ограничивать общение. Есть ещё типаж такой изобретатель, он вечно грузит своими идеями… У меня есть такой типаж в моём собственном подъезде. Вы знаете, почему нужно вот этот список в блокноте писать? В такой-то квартире Мария Петровна, в такой-то квартире Иван Иванович потекло что-то, где-то как-то что-то, да? Надо, чтобы было кому позвонить. Но ей звонить не надо никогда. Она сама придёт и расскажет, смотри, я чего смастерила, смотри, я посадила цветок. А мой кот и про кота 15 минут! То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, но при этом, скажем так, иногда она так сильно подгружает, что не хочется даже открыть дверь. Изобретательные, они и в твоей квартире тоже хотят сделать что-нибудь хорошее. Поэтому старайтесь, если она вдруг звонит в дверь, вы понимаете, что это в очередной раз она, сделать шаг из дома и поговорить с ней всё-таки на личной площадке. Потому что, если она захватническим образом попадает в квартиру, то это уже трудность. Самый страшный, наверное, сосед – это эгоист. Типаж эгоиста, потому что это люди, которые, они говорят, я хочу, мне это надо. И вот они будут дрелить до 11 часов, будут включать музыку, дети будут бегать, и всё это будет бесконечно продолжаться. Есть категория людей, которые знают свои права и о том, что если они с 8 до 11 могут жужжать, они будут это делать. Конечно, есть две категории, как с ними нужно общаться. Иногда нужно жёстко обламывать, но любую претензию, которую… Если вы откроете дверь и скажете «вы такие раз такие», вы взамен получите кучу подробностей о себе. Поэтому вот им нужно правильно подавать просьбу. То есть вы приходите и четырёхэтапно предъявляете претензии. Вы говорите «вы знаете, я сегодня всю ночь не спала», вторая часть, потому что вы в очередной раз галопировали. Третье, вы говорите «вы знаете, я не знаю, как долго вы будете плясать, я вот думаю сейчас о смене квартиры, о перемене квартиры, или может быть у вас был какой-то праздник, успокойте меня». И четвёртое, впредь, когда вы будете плясать, вы не могли бы нам заранее сообщить, чтобы мы могли поехать куда-нибудь к родственникам, потому что вы выносите мозг. Через некоторое время вы можете добиться того, что вас будут предупреждать, завтра у нас будет праздник, текайте. Наталья, ну не все специалисты такие, как вы, психологи и так далее, давайте какие-то всё-таки универсальные правила. Вот каждого описать, у каждого спрашивать по здоровью, максимально стараться созидать. И если у вас простой дом, значит, мойте, выходите на субботник, открываете дверь, включаете музыку, платочек, оп, нанайна, свой помыл этаж смотришь, другие присоединились. Если вы знаете, что в вашей квартире, допустим, появились какие-то случайные цветы, ну кто-то пришёл, говорит, цветок этот нехороший, не выбрасывайте. Отнесите его на площадку, он как раз нехороший и будет забирать. Вот и всё. Замечательно, Наташа, спасибо большое за ценные советы и вам хорошего дня. Спасибо. Друзья, живите в мире согласий и отметьте сегодня День соседей. С соседями.